Привет, меня зовут Виктор. Мне 16 лет. Попал я в детский дом очень легко, очень простым способом, как и все почти. Тяжело об этом говорить. Не смотрели за мной, не следили за мной. Оттого меня и забрали сначала в приют, а потом я оказался в детском доме. Но когда вырос, то не допущу, чтобы мои дети туда попали. Никогда. Я хочу, чтобы у меня как минимум было двое детей. Возможно, так и будет, потому что я так захочу. Во-первых, мои дети будут оптимистами. Будут вести такой же простой образ жизни, как и я. Будут спортсменами, чтобы не связывались с плохими компаниями, не искали плохих друзей. Конечно, нам еще об этом рады думать, но постараюсь быть хорошим образом когда-нибудь. Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, футболом, волейболом, баскетболом. Люблю плавание. Не курю, не пью. Хорошая компания для меня – это те люди, которые умеют правильно общаться, у которых есть культура и чувство юмора, с кем можно хорошо разделить время свое свободное. Открыть какие-то секреты. Во мне есть хороший, вот одна из хороших, как бы сказать, черт – это юмор. Я хорошо умею веселить людей. Хорошо, я позитивный человек. Еще другие у меня, как бы, черты мои. У меня есть в некотором талант, что я там хорошо танцую. У меня есть еще очень одна хорошая черта – я без вредных привычек. Без, абсолютно. Вот это очень хорошая черта во мне. Моя мечта на данный момент – это выпустить из детского дома и получить образование. Обязательно. Я буду стараться учиться до 23 лет, пока не получу все образование, а потом уже пойду работать. Поступать буду в Красноярское училище на профессию плотник. Плотник профессии обычная, связанная по дереву, с резьбой по дереву и так по дереву. Полюбил проект «Сердце километра». Не знал об этом, но меня позвали. Меня позвали на тренировку, а потом со тренировки все рассказали. Я понял. От «Сердца километра» я большинство получил только веселье и удовольствие. Радость. Очень много всего интересного в нем. Очень хорошие организаторы там, очень веселые там люди, очень много друзей. Нашел, хотелось бы, конечно, чтобы, которые дети живут в детском доме, чтобы их стало меньше, чтобы они могли увидеть маму и папу. Чтобы у них у каждых могло быть свое мировоззрение к дальнейшему миру, чтобы они могли приучиться к правильной жизни от мамы и папы. Вот так.